Ребята, всем привет и добро пожаловать на наш канал! В сегодняшнем видео мы хотим вам показать, чем мы занимались на этой неделе, какие мы проекты делали для Пасхи, на Пасху, и хотим вас вдохновить тоже, чтобы вы тоже это делали с вашими детьми, если вы найдете это интересным, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайк, это нам очень поможет, чтобы наши видео выходили в рекомендации на ютюбе, чтобы больше людей их смотрело. Но перед тем, как начать делать своими руками, мне нужно убрать офис. У нас накопилось много всего в корзинах и очень много фломастеров ненужных и высохших у нас в коробках, так что я решила, перед тем, как мы начнем что-то клеить, вырезать, мы будем убирать. Девочки мне тоже помогают, они вообще заканчивают свои уроки за столом, ну а я потихонечку разбираю, выкидываю то, что не нужно, и оставляю все хорошие фломастеры. Очень много бумага они складывают ненужных в корзины также, так что я начинаю все расфасовывать и потихонечку очищать наш офис. Субтитры делал DimaTorzok Итак, я все успела убрать, разложить все по местам, вроде бы наш офис выглядит теперь неплохо и значит сейчас можно заняться этими проектами. Итак, первый наш пасхальный проект будет для маленьких, для постарше деток и вам понадобится бумажная тарелка, клей, пластиковые глазки, декоративные ушки, они продаются в отделе декоративных принадлежностей искусства, такие вот как в Walmart у нас усики, как видите, это металлическая проволока внутри и сверху как бы с шерстью такой немножко и помпомчики, это шарики из шерсти. Ваш ребенок может начать наклеить глазики, носик, усики и ротик, а потом вы можете помочь ему вырезать ушки из ткани, ткань называется felt, вот такая, она тоже продается в отделе, где все для arts and crafts продается у нас и вот такой вот зайчик у нас миленький получился и буквально за 10 минут. Второй проект, который мы будем делать сегодня, это уже для деток постарше, потому что вам будет, ну им нужна вам будет ваша помощь и это вам понадобится трафарет и я нашла на пинтересте зайчика, по которому мы будем делать трафарет и гирлянду и вот я его рисую для лекси на бумаге и потом будем вырезать. Вам понадобится также ткань, я выбрала цвета светлый, такой зелененький, розовенький и беленький и вам понадобится также веревка, помпомчики, можно будет блестки, ножницы и клей. Для начала я помогла младшей вырезать трафарет из бумаги, потом я его перевела на ткань, у меня получилось три цвета, вы можете сделать зайчиков столько, сколько хотите, чтобы потом это куда-то повесить или вы можете четыре, пять, шесть, я выбрала, у меня было четыре штучки, нам хватило. Вам также понадобится вот у меня вот здесь вот такой вот, делать дырки, не знаю как он называется, в общем, два туда не поместилось, а по одному вам нужно все это, можно карандашом обвести и посмотреть, чтобы дырки все были одинаковые в одинаковых местах. После того, как я вырезала этих зайчиков, я сделала дырочки, чтобы их потом повесить на веревку шерстяную и после этого я нанесла на их попки клей, это ребенок может сам легко сделать, потом им наклеила туда помпомчики, то есть их нежные хвостики и можно еще немножко клей сверху на хвостики, когда они высохнут и насыпать блестки, это уже как вы хотите, они могут быть любимых цветов, любых, какие вы захотите. У нас дома оказались белые блестки, я их решила использовать, Лекция попросила, вот и потом вы их насажите этих зайчиков на леску, но хочу сказать, я недооценила, зайчики были тяжелые, они немножечко в разные стороны собрались, я думаю, если вам сделаете более легкого материала, как из бумаги, они будут хорошо держаться и будут очень красиво смотреться. В следующем видео мы вам покажем, как мы декорировали нашу столовую для Пасхи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok